А сейчас время арт на телеканале Витебск. Добрый вечер. Будем говорить о книгах, музыке, живописи. Познакомимся с умными, интересными людьми. По крайней мере, мне именно так представляются все люди искусства. А для начала узнаем, чем в эти дни живет культурный Витебск. Время афиши. С 11 по 13 ноября Витебск посетит Минский областной драматический театр из города Молодечно. В гастрольной афише современная история о финские вечера. Сказка для детей о красной ленточке. Две комедии «Не такой, как все» и семейный портрет с посторонним. Витебский художественный музей представляет работы художника и скульптора Елены Юриковой. Тематика экспозиции связана с местом проживания автора в Германии на берегу Северного моря. Персональная выставка лидера Латгальской художественной школы Освальда Звейсалниекса приурочена к Дням Латвии. Экспозиция включает работы, написанные в разные периоды творчества. Пейзажи, натюрморты, портреты. Для живописи характерна экспрессия красок, казалось бы, несовместимых тонов. Я просто сейчас более работаю такой, более открытой краской. Ну, меньше уделяю внимание там сюжетам, таком литературным, и там формирование там пространства с помощью светотени и так далее. Так, как я сейчас пишу, работать труднее. Это как, ну, как, вот, например, пианисту концерт дать так. Олег Захаревич приглашает на осенний коктейль. Именно такое название получила выставка художника, которая расположилась в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска-Двина». В сюжетном разнообразии работ доминирует тема сновидений. Своеобразным творческим отчетом мастеров декоративно-прикладного искусства Оршанского района стала выставка «Мы разные, но мы вместе». На ней представлено более 270 работ, выполненных в различных техниках. Художественная обработка кожи и бересты, гончарство, вышивка, лазоплетение, ткачество, изготовление кукол и роспись по стеклу. Скульптуры из дерева Андрея Чегирова представлены в выставочном зале музыкальной гостиной. Автор экспериментирует с формой, ищет новые образы. В работах присутствует абстрактность, что дает волю воображению зрителя. Сам материал, ну, он не попадает обычно в мои задумки. Он сам диктует, что из него можно делать. У меня все равно моя идея какая-то ломается, и я начинаю делать то, что подсказывает материал. И потом уже я начинаю думать вместе с этим материалом, и какой-то образ, может, выходит, но больше материал работает над идеей. Ну, а лично для меня разговор об искусстве осенью в Витебске. Это разговор о Международном фестивале современной хореографии АФМС. В этом году он пройдет в 27-й раз. Торжественное открытие запланировано на 19 ноября. И о том, какие концерты нельзя пропустить, мы узнаем из первых уст. У нас в гостях создатели, организаторы, можно сказать, родители этого фестиваля. Марина Романовская и Эдуард Черневчан. Добрый вечер. К 25-летию фестиваля вышла книга «Танцевальный лабиринт». Здесь много фотографий, научных статей, публикаций. И интересно, когда читаешь, авторитетные люди, искусствоведы, сходятся в одном мнении, что по Витебскому фестивалю современной хореографии можно проследить становление современной хореографии на территории постсоветского пространства. Вы согласны с этим? Мы считаем, что это так. Тем более, когда подтверждают это наши теоретики. И время прошло, уже приближается к трем десятилетиям, и те знаковые коллективы, которые начинали с нами, они действительно таковыми остались. И они делают, наверное, палитру современного танца постсоветского пространства. Начинали они вместе с нами. Поэтому можем резюмировать. Наверное, так и есть. Ну да. И книга вышла не без нашего участия. И, как мне кажется, элиты современного танца России, в общем-то, и их история тоже достаточно тесно связана с Витебском. Это правда. Не потому, что мы были их идейными вдохновителями. Они все личности, у них у всех свой взгляд на искусство. Но то, что Витебск им помог, в том числе и материально, это правда. Например, та же Татьяна Боганова, приезжая год за годом, мы у нее спрашивали, как дела, а она нас очень благодарила. Я говорю, представляете, вот те деньги, те премии, которые мы получаем, позволяют нам существовать целый год. Мы можем снять. Ну, существовать, естественно, не в смысле покушать, а в смысле пошить костюмы, приобрести какую-то обувь для очередного спектакля. Да, да, о чем говорить, если Раду Поклетару, который сегодня председательствует в жюри, не только председательствует, он является... Ну, Раду Поклетару, это фигура уже сегодня легендарная, нам приятно сообщить о том, что... А ведь когда-то он был конкурсантом. Совершенно правильно. И тут мы, когда какую-то очередную премьеру его нам, она не очень, например, понравилась, так мы же можем так говорить, откровенно быть. Вы да. И он сказал, что, послушайте, вам не кажется, что вы слишком часто меня оскорбляете? На какой-то конкурс вы просто не взяли мою работу, потом я даже в финал к вам не прошел, теперь вы премьеру не хотите мою рассматривать и так далее. Поэтому мы чуть ли его уже не обидели даже. Но это движение, это становление, это абсолютно нормально. У Раду Поклетару великолепное, блестящее образование. Он закончил нашу Белорусскую академию. Он прекрасный, осведомленный классик, танцовщик и постановщик. И сегодня в копилке Раду Поклетару, мало того, что его замечательный киев-модерн-балет, Раду Поклетару сделал целый большой фрагмент, как один из главных хореографов на Олимпийских играх, на открытии Олимпийских игр в Сочи. Раду Поклетару ставят в Большом театре России. Поэтому, конечно, это из того юного хореографа за каких-то два десятилетия тоже такой интересный пример его творческой биографии. Он уже превратился, в общем-то, в мэтро. Поэтому, естественно, мы в этом году его пригласили в состав жюри, не только в состав жюри, но и в качестве председателя. Ну, хотелось бы обелиться перед Раду, если мы не берем, не соглашаемся с какой-то работой, которую он или кто-то другой коллектив хореограф предлагает. Не потому, что она, ну, скажем так, слабая, а не потому, что она не дотягивает до какого-то художественного уровня. А мы мыслям категориями фестиваля. То есть мы всегда ищем то, чего на Вительском фестивале не было. Если хореограф Торищен с точки зрения идеи, смысла спектакля, если мы уже видели такого рода технику, мы видели такого рода театральные приемы, это хорошая работа, но у нас это уже было. Мы ведь не прокатчики в чистом виде. А тогда мы могли бы взять и работать по принципу новогоднего с легким паром. Понимаете? Главное все-таки событие фестиваля – это конкурс современной хореографии. Ежегодно он чередуется, международный, национальный конкурс. Скажите, как вот все-таки проходит отборочный тур? Существует ли некая планка, которая позволяет или не позволяет принимать участие в Витебском конкурсе IFMC? Безусловно, существуют критерии отбора. И если бы мы вернулись, скажем, как мы принимали коллективы для участия в конкурсе, скажем, лет 15 назад, критерий был один – типа к нам эстетика наша или не наша. Ну, отсекали, скажем, бальный танец, отсекали в чистом виде эстраду, отсекали в чистом виде классический танец чужих постановщиков. А все так более-менее как бы вот это могло быть к нам. За такое огромное количество лет, я считаю, что наш фестиваль уже такой долгожитель, конечно, критерии эти уже изменились. На самом деле мы не берем работы. То, что техника к нам и то, что это концептуальные мыслящие хореографы и трупы, которые предлагаются, уже у нас такого нету в принципе, что это предлагается вообще не наш формат. А теперь уже мы, естественно, отбираем на конкурс то, что не вторично, вот правильно, как и в концертной программе, а то, что, ну, интересно, то, что уже техника, она у всех уже однозначно хороша. Нет такого, что нам стыдно за то, что это не очень удачно и нехорошо по технике. Танцовщики уже все достаточно подготовлены. И поэтому мы при отборе работы, естественно, руководствуем тем, что насколько интересно это будет для нашего фестиваля. Это один из таких вот критериев. Ну и потом, вот в силу того, что в последнее время все искусство как бы так вот к чему-то синтезированному стремится, да, мы все-таки отдаем приоритеты предпочтения танцу. Вот очень интересно, у меня был разговор с Рененимиком в отношении эстонского танца, что происходит. Он говорит, понимаешь, на конкурс даже вот сложно кого-то рекомендовать, потому что кругом стали сплошные перформансы. Людей, мыслящих достаточно много, но передать свою мысль на танцовщика не так легко, просто потому что их нет. Потому что подготовить качественного танцовщика – это труд и вложенные средства. Деньги, залы, педагоги и так далее. И вот сегодня, например, в Эстонии качественные танцовщики остались только в театре оперы и балета Таллина. А так, в принципе, либо они уехали на Запад, либо они просто не подготовлены. Поэтому мы должны вот это вот, когда при отборе на конкурс, мы вот вынуждены еще вот такой момент учитывать, что, в общем-то, это в какой-то мере перформанс, да, но насколько он нам будет интересен. Потому что они бывают такие оксюмароны, такие замысловатые, что нам это просто кажется и неинтересным, и совсем не наш формат. Таким образом, при отборе произведения мы еще все-таки отдаем приоритеты, предпочтения танцеванию, хореографии. Танцовщик на сцене все-таки главный. Вот это как бы второй критерий. Естественно, нам очень интересно посмотреть географию, чтобы это были как бы представительства разных стран. Потому что всегда интересно, что же делать в других странах, а уж тем более в других континентах. Это тоже как бы такой вот своеобразный. Ну, на самом деле, все еще серьезнее. У нас есть так называемый экспертный совет. То есть это небольшая группа специалистов. Это именно специалисты в том смысле, что это и теоретики, и практики. Это люди, которые всю жизнь занимаются современным танцем. И поэтому то, что сейчас стало гораздо легче, нам присылают видеоматериалы по сети, мы отправляем им эти работы, и мы дистанционно обсуждаем увиденное. И иногда бывают такие казусные случаи, когда нам критик говорит, вы знаете, я был вот на таком-то фестивале, это было полтора месяца назад, и вот эта работа, это точная калька. Да, если такие хитрецы еще, это правда. Потом мы отдаем предпочтение работам, это прописано в условиях положения, что жюри не рассматривает работы, созданные, допустим, для этого года, ранее, 31 января 2013 года. Какой же смысл нам смотреть и обсуждать работы, которая, да, она уже была оценена и, допустим, поставлена 5 лет назад, она уже пользуется неким коммерческим успехом. То есть мы отвечаем на название «Современный танец», что произошло вот сейчас, вот буквально неделю, две, полгода назад, что актуально. И еще один критерий бывает, что, разумеется, это коллективы в первую очередь все-таки любительские, потому что молодой хореограф не имеет возможности привлечь профессионалов. И, разумеется, привлекает таких же энтузиастов и поклонников, как и он сам. Но часто, может быть, и техника грешит, может быть, он и, скажем так, не рассказывает все, как профессионал, все очень слаженно, связано, закончено и органично. Но бывает, притягивает мысль. И мы, как организаторы, и наш экспертный совет, вообще специалисты, говорят, да, это очень любопытно. Это что-то новое. Крупица, но новое. Понимаете? В этом году конкурс международный. Какие страны примут участие? И интересно было бы узнать, появились ли у вас какие-то уже свои фавориты, и какие конкурсанты зацепили лично вас? Ну, во-первых, вот, отсматривая, я все работы смотрела, Эдуард тоже, помимо нашего экспертного совета. И первая мысль такая, у которой появилась, очень много новых совершенно коллективов, и даже из Белоруссии. И причем даже не те традиционные, от которых мы обычно получали всегда заявки для участия в конкурсе, появились совершенно новые молодые имена, причем образованные. Из Минска, с университета культуры, ну, там, понятно, по статусу им положено, как бы, это их профессия будущая, да, там, понятно, всегда будут новые студенты и новые потенциальные студенты-хореографы. А есть еще из других городов, то, чего у нас никогда не было, как то Гродно, как то Гомель, да, вот, это, во-первых. Во-вторых, в принципе, много новых имен, и из России в том числе. Во-вторых, очень интересное такое наблюдение, у нас в конкурсе заявились для участия артистов оперных театров, чего не было никогда. Происходит перенаправление. Получается так. У нас будет представлена заслуженная артистка национальной оперы Украины в конкурсе, у нас будет солистка театра оперы и балета Таллина, у нас есть Красноярский театр оперы и балета, у нас есть театр оперы и балета Литвы Вильнюса, а по тематике, вот, что интересно, например, очень много, ну, так уже было, вот, какой-то был год, когда очень много было работ адресовано о победе в Великой Отечественной войне. В этом году, вот, как бы, есть достаточно работ, когда люди адресованы, свою идею черпали в классике, в литературе. Вот у нас будет, у нас даже две, чеховские три сестры, у нас есть фрагмент Анны Карениной, у нас есть в ожидании Гудо. Получается, в современной хореографии тоже существует какая-то мода? Ну, я даже не могу сказать, что это мода, это, кстати, разные совершенно страны, разные города, вот, но вот так вот попало, что... Обратились к классике. Да, да, обратились к классике, вот это вот такой момент. Ну, а что касается, вот, например, приоритетов, мне, ну, вот, театр оперы и балета из Литвы, мне очень показался симпатичный этот дуэт, мне очень понравился дуэт из Крыма, двух девушек, я сейчас не очень помню название, но мне показалось это очень любопытным, очень техничным, ну, может быть, какое-то такое особое отношение к этому, не знаю, но они очень интересные, мне показалось. И еще мне очень понравился солист из Вологды, вот такое мое... Литва, Крым, Вологда. Да, 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 вот это так, мне кажется. Что касается стран-участников, то это, конечно, больше всего, конечно, коллективов из постсоветского пространства, это вся Прибалтика, представленная, естественно, Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Армения, Германия, Япония, Польша. Вот такой у нас сейчас потенциально предположительный состав участников международного конкурса. Мы продолжим наш разговор сразу после рубрики «Флейц». Сегодня ее гостем станет заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Поэт-композитор выскажет свое мнение, свое видение авангарда и современного искусства. У меня вообще очень странное взаимоотношение с искусством, и в частности, поскольку вы практически родина русского такого модернизма, и в частности, с таким модернизмом и авангарда, у меня очень сложное взаимоотношение, в силу того, что я родился в гетто, и родители мои были крестьянами, то я очень долго, при том, что я читал довольно много книжек, все равно во мне такой комплекс неполноценности, он сидел и постоянно не позволял мне, ну, скажем, высказывать свою точку зрения, например, вот по поводу всяких вот непонятных течений, по поводу того же, скажем, тогда Сальватору Дали не знали, а по поводу какого-нибудь кубизма Пикассо. Однам, как повязку сорви, Слова отведя от проклятий, Хочу написать о любви, Да боюсь на сердце не хватит о любви. Тишина поет о любви, Седина кричит потому, Это же касалось, кстати, и музыки, как только начинался авангард, у меня все время возникало ощущение, что у меня дурит, и дурит, и вот я боялся высказывать точку зрения, и, как правило, ждал какой-нибудь такой, может быть, не очень сильно начитанный, эрудированный, но с очень безапелляционными интонациями человека не выскажет свою точку зрения. Вот, а потом, опять же, моя одна приятельница научила, говорит, «А ты, говорит, все очень просто, для того, чтобы понимать, насколько это хороший художник, ты стань ребенком, отключи все свои знания, которые ты прочитал, и посмотри, воздействуют на тебя или не воздействуют. Если на тебя не воздействуют, а тебе будут объяснять, что это воздействует, стой на своем до конца, и тебя никто не может переубедить». Ну, действительно, в принципе, в общем-то, наверное, то же самое искусство, оно достаточно такая вещь, в которой нет количественной оценки, и там зачастую побеждают демагоги, а не люди, тонко чувствующие искусство. И поэтому я как-то довольно спокойно стал относиться, и если я на чем-то стою, меня очень сложно победить. То грустишь, то сгораешь от страсти, То смеешься, то плачешь опять, Но искать себе новое счастье Все равно, что без крыльев летать. Бог меня тобой наградил, Как смычок непокорный скрип, Но у счастья твои, но у счастья твои глаза Но у счастья твоя, но у счастья твоя улыбка У меня с русским авангардом, и в частности с вашими замечательными земляками, связана одна история, которую я иногда рассказываю на концерте. Меня пригласили на корпоратив на 8 марта, и, значит, организаторы корпоратива, они предложили мне выйти не из-за кулис на сцену, а как бы предложили вместе с ними попраздновать. От стола отправиться на сцену. И напротив нас с женой сидели три девушки, ее от 22 до 28 лет. Я где-то минут за 15 до выхода на сцену решил пойти посмотреть, куда там гитару откнуть, что делать с микрофоном. И когда я удалился, одна из девчонок спрашивает мою жену, а это кто? Ну она, в силу своей молодости, не знала меня, не видела меня по телевизору, Мальчина говорит, это известный певец Вячеслав Малешко. Он говорит, а, черный квадрат. Эдуард, я просто вот по... Мнения совпадают ваши? Ну, не всегда хватает времени, чтобы мы могли вместе собраться и глядеть, и тут же выносить вердикт, что с этим материалом делать дальше. Но потом, разумеется, мы собираемся обменить впечатлениями, как быть, что. Вот. И у меня, например, может быть, написано по итогам. Учиться. Это значит, что, да, любопытно, интересно, это к нам. Но вот на мой взгляд, как организатора, тратить огромное количество времени, денег, усилий, для того, чтобы и зритель, и жюри, и вообще все, кто приедут посмотреть на фестиваль, чтобы они увидели вот конкретное произведение, это не новое слово, вот на мой взгляд, оно не стоит стольких усилий. А Марина поглядит, и кто-то еще... Наталья Фернёк, Светлана Голковская. Да, и они говорят, ну что вы, это надо брать, и это же очевидно в человеке сидит какое-то зерно. Да, мы все, да, может быть, сидит такое больше женское. У нас есть один обожаемый молодой человек, он из Белоруссии, вот, и мы чисто вот, может быть, по-женски так к нему очень его хотим так вот сберечь, лелеять, холиться, два жестко учиться. А мы вот считаем, что это колоссальный за год рывок, и вот предлагаем все-таки, чтобы он участвует. Да, он такой интересный парень, на данный момент он даже конъюнктурщик, потому что он разговаривал с одним из членов ЖИ, и говорит, я знаю, за что на Юльском фестивале дают прижи, и я уже сделал такую работу. Ну, это говорит о том, что... А с другой стороны, новую, которую писал, она не похожа на конъюнктуру, она делается с душой, мне так кажется. Ну, в разные точки зрения, вот ничего не поделаешь, это, естественно, нормальная история разная связь. Если у него есть такое желание, такая уверенность, такая нахрапевство, в хорошем смысле слова, ну, я тогда сдаюсь. Вы сдаётесь, он будет. Значит, на кого обратить внимание? Любимить женского, женской половины экспертного совета. Он такой кучерявый, у него чудесная, красивая прическа. Хорошо. Вот, молодой человек. Хорошо. И, ну, безусловно, в фестивале главное событие – это конкурс, но всегда, каждый год на фестивале появляются какие-то новые коллективы. В этом году на что обратить внимание? На что, скажем так, нельзя не сходить? Ну, во-первых, всегда, когда формируешь концертную программу, да, 90-95% – это нечто новое. Неважно, что коллективы приезжают те же, да, но к произведению они приводят новые. Либо то, что не видел Витебск ещё, да. В то же время есть какие-то моменты, которые, что называется, набис. Хоть они и как бы так, ну, может, это такой немножко коммерческий ход, да, но что ж нам обделять нашу публику, если это вызывает удовлетворение, желание посмотреть ещё раз, да, ну что ж мы будем обеднять. Поэтому вот среди тех, что, скажем так, набис, это вот в финале, на закрытии, мы такие, вот у нас действительно была куча звонков, и спрашивали у наших концертных администраторов, а будет ли Национальный академический театр оперы и балета. Да, будет на закрытии, в финале мы повторим шесть танцев Иржи Келиана, которое с успехом было в прошлом году на открытии, а в этом году мы это сделаем в закрытии. Это, по-моему, единственная работа, которая как бы повторяется. Всё остальное, это коллективы, часть совершенно новых, часть нам уже известных, но это абсолютно все новые работы. Поэтому когда спрашивают вот наши друзья, даже наши поклонники постоянные, которые приходят на фестиваль и спрашивают, на какой концерт идти, мы понимаем причины. Мы поступили хитрые, мы как жемчужинки разбросали эти выступления в каждом из вечеров. Да, концерты все равноценные, равнозначные. Естественно, что мы традиционно не держим очень высокие цены, потому что среди наших зрителей есть люди, которые посещают по два, по три концерта. Конечно, сумасшедшие деньги мы не можем поставить, но и, наверное, это всё-таки не совсем тот вид искусства. Мы прекрасно понимаем свою потенциальную аудиторию, и мы не можем поставить высокие цены. Нет, это как раз тот вид искусства, потому что сегодня вот стереотип, фестиваль танца, он уже не соответствует просто танцу, потому что сегодняшние спектакли, и у них нет даже чёткого определения, что это такое. Поэтому уже такие новые словосочетания «танц-спектакль», что это значит? Что там и театр, и спектакль, и не обязательно танца будет больше. Там танца может быть как раз очень мало, но там будет очень много театра и принципов пластики, а где-то пантомимы, а где-то танец. Это даже непонятно, что это. Вот по форме всё сводится к визуализации и к соединению, синтезу всего. Вот что может послужить для того, чтобы достучаться до зрителя, вот его взволновать, зацепить, вызвать его на сопереживание, на диалог, чтобы донести эту мысль. Вот всё сегодняшние художники, хореографы, режиссёры всё это используют. Я имею в виду, что традиционно так сложилось, что на шоу-бизнес люди тратят денег значительно больше. Мы не можем поставить цену на билет такую, как на шоу-бизнес. Это одно. А дальше кто себя уже как позиционирует, и кто что считает, на что потратит своё собственное свободное время. Мне кажется, что человек, который идёт в библиотеку, идёт на концерт классической музыки, идёт на фестиваль современной хореографии, он вкладывает в себя. Потому что быть образованным, быть с широким кругозором, открытыми глазами, это, мне кажется, очень хорошо. Даже могу перевести десяток примеров, когда даже устраиваются люди на работу, и какое-то определённое тестирование проходит, да, им очень помогает такой широкий кругозор. Это не секрет ни для кого. Поэтому ходите на фестиваль современной хореографии, чтобы даже получить себе приличную работу, к примеру. Это и так условно. На самом деле концерты, когда мы формируем нашу концертную программу, на самом деле это всё как-то так получается, что мы очень включены в весь мировой процесс, естественно, и культурный, и даже, если хотите, политический. Вот если так можно говорить, то внегласно получилось так, что те работы, которые мы отобрали на концертную программу, они получили такой вот своеобразный диалог между Востоком и Западом. И скорее вот именно открыть сердце, открыть глаза, открыть уши, научиться слышать и слушать. И вот мне кажется, что вот весь, вся наша концертная программа, она вот так вот построилась, что вот основной идеей стала вот эта вот мысль, да. И поэтому в силу того, что хореографы, они люди тонкие, утонченные, они очень реагируют на то, что происходят, какие события, да, и поэтому это, естественно, выражается в их творчестве. И поэтому всё то, что мы увидим на сцене, это, безусловно, очень актуальные вещи, вещи, которые волнуют людей, раз это волнует хореографов, исполнителей, значит, это, наверное, тенденция, которая может волновать зрителя. Поэтому, когда мы говорим, на какой концерт лучше сходить, не знаю. Мне кажется, всё интересно. Интересно всё, отношения нас друг к другу, отношения какое-то философское к человеческому бытию, взаимоотношения, вот как категорию это художник рассматривает. Трудно так говорить и рассказать. Во-первых, мы всё, естественно, смотрели, на всё у нас есть, ну, как бы, своё прочтение, своё видение. Интересно, как зритель на это отреагирует. В этом году фестиваль современной хореографии, он отчасти выходит за рамками только лишь хореографии, своеобразная площадка организуется для обсуждения современного искусства. Во-первых, ну, традиционные наши фото-выставки в программе фестиваля случатся. Во-вторых, впервые мы откроем большую выставку живописи. Это будет минский художник Анатолий Кузнецов. А помимо этого, ну, программа мастер-классов, практических мастер-классов, но ещё у нас есть, в силу того, что есть экспертный совет, у нас есть ещё теоретическая такая исследовательская лаборатория. Вот в её программе будет целый ряд теоретических классов, во-первых, а во-вторых, одна из выставок, которую мы сделаем публичную, куда мы приглашаем заинтересованную публику, это наш искусствовед, она врождённая белорусска, живёт в Германии, прочитает лекцию на тему тенденции современного искусства. Нет, только очень красивое эффектное название. Синтез искусств или распад жанров? Да, безумно актуальная тема, потому что это ключ к прочтению многих произведений, и это действительно фундаментальная, можно сказать, даже лекция на сегодняшний день о современном искусстве. И думаю, что идти надо и обязательно слушать, потому что это актуально, это современно, это ключ. Вот как вы говорили, что современное искусство сегодня уже на той ступени, когда вот просто нравится, не нравится, или нужно понимать какие-то основы, о чём идёт речь. Если ты не осведомлён, то ты просто ничего не поймёшь на самом деле. И вот эта лекция немножко поможет разобраться, скажем, что к чему и что куда. Это правда. Ну и завершая наш разговор, хотелось бы вновь обратиться к книге «Танцевальный лабиринт» и Валерия Уральская, заслуженный деятель искусств России, главный редактор журнала «Балет», пишет, если позволите, процитирую, «Инициативность, продюсерское чутьё, любовь к людям искусства главного организатора и идеолога фестиваля Марины Романовской, её команды, залог долголетия и неизменного интереса творцов и зрителей к притягательной силе Витебского АФМС». Я думаю, что к этим словам присоединится любой, кому не безразлично современное искусство и современной хореографии. Хотелось бы пожелать долголетия фестивалю, долголетия вам. И мы надеемся на дальнейшую встречу, ближайшую, уже на площадке АФМС у вас в гостях. Спасибо. 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 Ну а время арт идёт дальше, на очереди Фарзац. И сегодня о своих литературных предпочтениях расскажет известный музыкант, телеведущий Андруси Токинданк. Первый раз я сустраився с книжкой «Люди на болоте» я шёл в школе. На самой справе после не перерочитывал, потому что не было ожидания не так перерасенсовывать, альбоу, может быть, боялся расчарования, и вельми хапила вот такой первый раз, потому что это было такое спадканье чудовное просто. Бах маланка и вот такая любовь Андрус Токинданк «Люди на болоте». Когда я сустраився с книжкой, которая называется «Люди на болоте», то я был ураженный. И хотя прошло вельми шмат годов, я до гэту часто уже ци звертаю, до гэты книги, обдумываю некие житёвые ситуации, которые там прочитал, и которые со мной стараются, и стараюсь не повторять помылок головных героев книги «Люди на болоте». А там такая речь, что про свой характер, про свой нору, молодая пара, Ганна и Василь, не смогли быть разом. Ну, только для того, что один показал свой характер, другой показал свой характер, нехто не захотелся ступить, нехто там потягнул на себе, крылды, крылды, крылды. И вот с часом, когда я сутыкаюсь с крылдой, я стараюсь их не подпускать до сердца, как не пасовать себе житё. Там и мова цікавая, разные словцы, такие поляшутские. И нехто там ганять, кажется, что там про коллективизацию, але не, там этой коллективизации вот столько. Там хуча и про характеры людей, про то, как они поводят себе у разных житёвых ситуациях. Ну, а коли про коллективизацию, так само цікаво читать. Яблый, мябый, пробина, кого ты кахаешь ветер, а ветер шумит валюйнами. Ого, какая у меня ведаю червоная горкая ягода, вся кучая с маком и колерами, карать на галинах потеры, а с неба падают зорачки. Кали так проанализовать, то опошлым часом книжки читаются больше по-беларуску, потому что, зразумев, что наша сучасная беларуская литература, она богатая, и гэтые люди ходят побачь. Например, Виктор Мартинович, прочитав ягоную книжку «Сфагнум», «Мова». И вот гэта наш сучасник, молодой человек, живет побачь с нами, из якого можно встретить в Минску, и он пишет книжки. Это чудовно и великое счастье и радость вот так вот быть знакомым с автором. Марык Мартысевич, «Цмоки лятуть на нераст». Сучасная беларуская литература, читайте, читайте, кали вы хочете ведать, где мы живем, який наш характер, вот что отбывается тут и теперь, то каль ласка, звертайтесь до сучасной беларуской литературы. Вядома, что есть люди, которые кажут, ай, теперь ничего доброго не пишут, гэта не так, шукайте тых автору, які вам падабаюцца. Мне посчастило быть знакомым с музыком, актором Виктором Шалкевичем, и я его успромау ранее только как музыканта, как барда, а левось одночу я сустрел яго книгу, которая называется «Непатребные речи», реквием по непатребных речах, нечто такое. И вось там, гэта человек для меня, знайомый, раскрылся так нечаканно, так приемно, и я еще больше, как бы, заразумел гэта 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 чалэвэка, полюбил яго, и отрымау великую асалоду ад чытання. Автор описывая старые речи, які ему ранее служили, там, ровер, мотоцикл, некие сустрэчы, знайомства ранейшые, и гэта так все кранальна, так все докладна, што веришь гэтаму. И, знов же, дякуючэ гэтэй князі, я лепш пазнаемымся з чалавекам, и займел больший жыцёвый досвід. Ну, и вядома наша класика, Владимир Короткевич. Я думаю, што нема такого чалавека у Беларуси, який бы не чуў гэта имя, прозвиша, и не проходзіў ціто ў школі, ціто ў пасля школы, некие его творы. И напоўно ў кожных аз нас, ён пакінуў свой отбиток. Тому, калі казаць про то, што нас абьядновувае, то гэта ў Владимир Короткевич. Замечацелно. Замечацелно. Вообще, эту песню можно играть на любых аккордах, но в данном случае ты сыграла правильная. Эта песня... Вот у меня сразу ассоциация, знаешь, какие-то студенческие вечеринки, 20-й век, 60-е, 70-е годы. Ну, примерно так. На самом деле, доподлинно уже не установит, наверное, ни авторства этой песни, ни время ёе появления. Она стала известной в конце минувшего столетия благодаря Владимиру Маркину, который ёё откопал. Ну, а думаю, что Дмитрий Марков сможет о ней что-то рассказать более подробно, если позволите. Конечно. Рубрика «Диез» в нашей программе. Сегодня я расскажу о песне, история которой так же туманна, как её название. Ни авторов, ни времени её создания не установить. Жила она в народе давно, а широко известной стала в конце 80-х, когда вернулась мода на подобные вещи. Песня «Плач» «Сиреневый туман». Бум «Сиреневого тумана» начался на рубеже 80-х и 90-х, когда собиратель городского фольклора Владимир Маркин записал его на своей пластинке без указания авторства. На одной из вечеринок Владимир услышал единственный куплет этой песни и буквально заболел ею. Маркин совершил настоящую литературную экспедицию, и когда собрал всё воедино, получилось полсотни куплетов. Владимир выбрал четыре, которые, на его взгляд, принадлежали одному автору. Так появилась песня и клип «Сиреневый туман», который сделали исполнителя знаменитым на всю страну. Без хозных произведений искусства быть не может, что и подтвердила эта песня. Причём, как это не удивительно, на авторство музыки не претендует никто. А вот поэты с доказательствами выстроились в очередь. В результате авторство было не столько доказано, сколько присуждено маститому советскому песеннику Михаилу Матусовскому. По утверждениям его вдовы, дочери и сокурсницы, «Сиреневый туман» был написан Матусовским в 1936 году выпускному вечеру в литературном институте. Музыку написал Ян Сашин. Хотя, каким краем касается этой песни студенчества, не совсем ясно. Среди десятка других, рассматривать которые, наверное, не стоит, нужно выделить версию, по которой авторство популярной песни принадлежит поэту-композитору Юрию Липатову. Его родственниками была представлена рукопись, где песня значилась как дорожная танго. Правда, пометка гласила, текст номер такой-то в моей обработке. Сын Липатова утверждает, что претерпев многие изменения, в народ ушло именно танго его отца, а сама песня посвящалась его матери. В годы войны 18-летний Юрий Липатов встретился с девушкой Ниной, жившей на станции, до которой можно было добраться лишь на единственном проходящем ночью поезде. Влюбленные пережили лихолетие, но, увы, в 1946-м, прощаясь темной ночью, Нина ответила отказом на предложение руки и сердца. «Предутренний туман», платформа, отходящий поезд, последние взгляды. Душевное потрясение вызвало прилив творческой энергии и появилась песня «Дорожная танго». Эта история гораздо более правдоподобна, но за Юрием Липатовым закреплено лишь авторство обработки песни. «Предутренний туман», «Надо на ней проплевать, над шамбуром галей, последняя звезда под дутором не спешит, под дутором понимает, что с мирным другом я прощаюсь навсегда». Если коснуться простейшей музыкальной гармонии этой песни, то она очень напоминает лагерный шлягер по тундре по железной дороге. А если приплюсовать бесчисленное количество так называемых блатных вариантов текста, то лагерные корни сиреневого тумана становятся очень даже вероятны. Вообще, железнодорожная тематика пользуется там особенной популярностью и воспетая во многих произведениях жанра. «Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я». Хотя в агентстве по авторским правам песня «Сиреневый туман» постфактум закреплена за композитором Сашиным и поэтом Матусовским, она поистине народная и аутентичность уже не установить. Разве исчерпаема тема вокзальных прощаний? Разве не вечно она? Разве не близка каждому? Отсюда и не поддающееся исчислению количество вариантов ее текста. Ведь сколько людей, столько и судеб. «Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок, и уезжаю я». И в заключении программы хочется вспомнить слова английского писателя и переводчика Сэмюэля Батлера. Искусство, как природа, если вы не впустите его в дверь, оно войдет в окно. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова